Быстрее, выше, сильнее. Девиз не только олимпийских игр, но и всероссийского конкурса среди старшеклассников ученик года. Уже второй год подряд он проходит в Ульяновске на базе педагогического университета. Впрочем, зародился конкурс тоже в нашем регионе и уже 20 лет шагает по стране. Буквально в прошлом году у нас стоялись переговоры с Российским союзом молодежи, который согласился быть нашим современником в развитии вот этого движения. Конкурсного движения среди школьников подхватили эту идею и мы, что называется, из добрых рук наших, передали в добрые руки Российского союза молодежи, получив поддержку коллег из Министерства просвещения Российской Федерации. Наш регион представляет в этом году трое участников, все из районов. Десятиклассница из Селикатнинской школы Сенгелеевского района Евгения Абрамова умеет попадать в ноты и зрительские сердца. Она участвует в номинации «Творческая личность года», занимается искусством с 7 лет и признается, что сцена ее второй дом. Я являюсь победителем многих не только региональных конкурсов, но и всероссийских. Также не только в литературном творчестве, но и по игре на фортепиано и в вокальных конкурсах я тоже побеждала. Одиннадцатиклассница индийской школы номер один Ангелина Чернейкина удивила жюри в первый конкурсный день самопрезентации. Школьница претендует на звание «Спортсмен года», но подошла к состязаниям максимально творчески. Ангелина исполнила песню, рассказала о себе в стихах и нарисовала иллюстрации к ним. Я занимаюсь спортом всего, если посчитать, 11 лет. Я занимаюсь спортивным туризмом, спортивным ориентированием, баскетболом, легкой атлетикой и картинговым спортом. Какие у тебя уже сейчас есть успехи в спорте? Я участвую во многих всероссийских мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. У меня есть несколько взрослых разрядов по разным видам спорта, но и также медали и мои грамоты. Также Ульяновскую область на всероссийском конкурсе представляет Данила Баранов, ученик Лостовской школы Павловского района. Участники соревнуются в пяти испытаниях. Самопрезентация и диктант общие для всех, а также три индивидуальных испытания для каждой номинации. По итогам финальных конкурсов дней будут определены лучший председатель, общественник, доброволец, патриот, творческая личность, спортсмен и интеллект года.